И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья! В сегодняшней серии мы с вами попробуем рассмотреть самые такие горячие миры в нашей галактике Млечный Путь. Как ты мог заметить, да, мы сейчас находимся на определенной такой планете, где все очень печально. Рядом с большой вот таким, с большой звездой красным гигантом, звезда 15 треугольника. Давайте посмотрим на ее температуру. Температура 3530 градусов по Кельвину, это где-то 3500 по Цельсию. Так, ну и давайте сейчас рассмотрим вообще, что представляет из себя вот эта вот планетарная система. Так, у нас здесь 10 планет. Есть раскаленный Супер-Юпитер. В принципе, наверное, можно будет сразу сейчас отправиться к нему, а далее мы вернемся к той планете, на которой мы только что начинали. Так, посмотри, как близко расположен вот этот большой гигантский Супер-Юпитер. Вся поверхность прямо-таки устремляется в космос. Оу, нифига себе. Подожди, стой. Вот это что такое? Это астероиды или это карликовые луны? Карликовые луны раскаленного Супер-Юпитера? Странно, хотя у него показывается, что у него всего лишь 3 спутника, но ладно, не суть. Давай посмотрим на раскаленный Супер-Юпитер. Температура здесь достигает 1987 градусов. А, вот луна, 58 лун, да. Но почему-то мне показывается только 3 луны. Так, давай вернемся обратно и вернемся вот эта вот раскаленная пустынная Тера. Мне хочется очень посмотреть ее. Что она представляет из себя, этот горячий мир? Да, можно наблюдать, как ты видишь, можно наблюдать вот такой хвост от планеты. То есть, материю полностью сдувает этим большим красным гигантом с этой планеты в космос. Хотя, скажу так, давайте сейчас немножко приблизимся. Рассмотрим поверхность. Скажу так, что я, конечно, наблюдал планеты намного раскаленнее, чем вот это вот все. Так, здесь температура 962 градуса. О, кто-то мне там советовал кондиционер, да, установить на время стрима. Но, ребят, здесь вам это не поможет. Я встречал планеты, на поверхности которых протекает, знаете, раскаленная лава. Сейчас мы, короче, опустимся на поверхность. И посмотрим, что здесь. А здесь полностью все высушено. Да, здесь абсолютно нет никакой текущей лавы, раскаленного металла или еще что-то. Но отсюда можно наблюдать вот такой красный гигант. Ну, все, наверное, опять же потому, что красный гигант, он не настолько горячий, насколько могут быть голубые звезды. Ведь давайте расскажу, от чего, в принципе, цвет поверхности звезды может указывать на температуру. То есть, цвет поверхности звезды указывает на ее температуру. Звезды синего цвета самые горячие, самые холодные звезды – это красные, температура до 3000 градусов. В принципе, вот красный гигант, да, вот здесь температура у нас 3530 по Кельвину. Теплыми звездами, наверное, можно называть оранжевые или желтого цвета звезды. Где-то примерно у них температура до 5500 градусов по Цельсию доходит. Белые звезды намного, конечно, горячее. По-моему, температура до 9400 градусов по Цельсию. А белые и синие достигают температуры до 27000 градусов. Даже так, да. Ну и, конечно, скажу, что звезды синего цвета достигают температуры до 5000 градусов по Цельсию. Это невероятно. Давайте тогда сейчас подождите. Я хочу еще раз рассмотреть, что здесь у нас есть. Так. Еще один горячий Юпитер. Горячая пустынная Терра. 373 градуса по Цельсию. Но, естественно, здесь никакой жизни или еще что-то не может существовать. Хотя я вот вижу здесь состав атмосферы. H2O, CO2, азот. Ну, здесь я скажу так, что воды точно нету даже в недрах, наверное, этой экзопланеты. Ну, может быть, где-то там под коркой, под толщей планеты вода. Ну, она, знаете, короче, бурлит прям там. Она горячая. Просто горячие источники под коркой льда. Но толщина поверхности планеты не дает даже каким-то извергаться гейзерам, наверное. Так, что ли? Так. Теплая пустынная... Пустынная у нас Супер Терра. Давайте прилетим, посмотрим. Я, конечно, не скажу, не назову, что это раскаленный горячий мир. Я бы не назвал его таким. Это я бы назвал, знаете, холодным миром. Так, давайте прилетим. Можно, в принципе, слетать, знаете, к звезде. Вот звезда. Реально вам будет жарковато. Сейчас я вам покажу. Это, по-моему, звезда VR-104. Вот такая звезда. Голубая звезда. Двойная. Да, температура здесь, посмотри, до... Нет, даже не до, а 30 тысяч градусов по Кельвину. Двойная звездная система. Вот здесь реально жарко. Но знаешь, что здесь плохо? То, что я не вижу здесь никаких экзопланет. Просто двойная звездная система. Две звезды движутся друг в округа. Возле общего центра масс. Так, подожди. Давайте, может быть, поближе посмотрим. Подлетим. Так, что у нас? Спектр B0V. Под диаметр системы 63 астрономических единиц. Ну, довольно-таки, да. Большая-большая звезда. Подожди, это точно она? Вот этот диаметр? А, это общий диаметр этой звездной системы. А диаметр одной звезды достигает 4 миллиона 357 тысяч километров. Три диаметра звезды. Ну, то есть, три диаметра нашего Солнца. Так, что у нас по возрасту? Ну, довольно-таки, я скажу, молодые звезды. Металличность минус 0,10. Так, ну, здесь как бы ничего интересного. Давайте посмотрим еще горячие миры. Я тут кое-где что видел. VR-104B, это, наверное, ее компаньон, скорее всего. Есть звезда VR-20A. Звезда Вольфрая. Так, посмотрим. Подожди, давай-ка немножко назад. Ох, посмотри, это двойная тоже звездная система. И посмотри, как близко расположены эти звезды друг к другу. Ну, здесь явно... Я не ожидал увидеть каких-то экзопланет. Может быть, они когда-то и были, но... Настолько велико было тяготение этих звезд, что планеты просто упали на поверхность звезд. Давайте ускорим время. Я хочу посмотреть... Сейчас, знаете, что? Я хочу посмотреть вращение данных звезд друг вокруг друга. Так, а сколько у нас... Так, ускорим время. Подожди, сколько у нас... Насколько ускорено время? Ну, где-то примерно за 10 секунд мы просматриваем течение целых суток. Довольно-таки большая скорость, я тебе скажу. Так, отлично. Ну, я бы назвал это здесь самым таким раскаленным миром, но вне присутствия каких-либо планет это не очень как бы интересно рассматривать. Давай посмотрим еще, что у нас есть. Вот я тут отобрал такие самые горячие миры. Раскаленные планеты. Звезда Вольфа-Рая ВВР-22. Да, это тоже у нас голубой гигант. Температура... 32 тысячи градусов по Кельвину. Это примерно 32 тысячи градусов, наверное, по Цельсию. Так, а на каком расстоянии мы сейчас от него находимся? Расстояние... Ну, вот одна астрономическая единица. То есть, смотри. В принципе, если бы вот на таком расстоянии мы находились бы... Наша планета Земля находилась бы в таком расстоянии от этой звезды, то планете просто было бы невероятно жарко. И все живое, это однозначно, было уничтожено. И планета наша, наша планета Земля, она... Как вот те планеты, да, ты видел? Они теряли всю свою материю. Вся материя бы с нашей планеты Земля выкидывалась бы в космос. Так, давайте сейчас еще что-нибудь найдем приблизительное. Можно, в принципе, рассмотреть, наверное, Альфу Центавра, я думаю. Так, если я ее найду сейчас... По-моему, она у нас идет Центавр. Центавр А, Альфа Центавра. Да, вот, по-моему. Нет, это черная дыра Центавр. Нет, 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 нет. Я не то искал, я не то имел в виду. Центавр А, Галактика, Звезда, Центавр... Ну, как же я... Подожди. Так, ну, в принципе, вот я нашел Альфу Центавра А. Давайте перелетим. Ну, это у нас желтый карлик. Здесь не так уж будет достаточно горячо, но... Давайте посмотрим, все равно, мне интересно, температура. 5860 градусов по Кельвину. Как я вам и говорил, что звезды оранжевого и желтого цвета... Они достигают, да, вот такой температуры. То есть, в 5000 градусов по Цельсию. Так, двойная звездная... Тройная даже звездная система. Где-то у нас Проксима Центавра тут потерялась. Я не знаю, где она. Так, число планет. У нас есть одна планета. Планета, планета. Альфа Центавра АБ. Ох, да ладно, подожди. Как... Стой. Давай начнем с того, что температура на этой планете... Раскаленная морская аквария. Обрати внимание. На этой планете может существовать вода. Подожди, ведь эта вода... Странно. Да, это состав гидросферы вода, H2O. Состав атмосферы азот, кислород, аргон. Но как при таких температурах... В 1376 градусов может... На поверхности быть вода. Ты мне объясни. Ребят, напишите мне в комментарии. Вроде бы у меня никаких модов сейчас не установлено. На данный момент. Но мы наблюдаем, что здесь есть вода. Это очень удивительно. Посмотри, вот он. Вот он, желтый карлик. Звезда Альфа Центавра А. Он достаточно близко к этой планете находится. И мне вот до сих пор непонятно, почему, почему, почему... Здесь вода. Эта планета должна быть просто адски раскалена. Так, ну, скажу так. Если бы, конечно, не брать в счёт, что здесь есть вода. Давайте представим, что здесь полностью такая раскалённая вся почва. Текут лавы. Не знаю, там, раскалённое железо. Вообще, на этой... Именно на этой стороне здесь температура где-то должна быть, да, именно 1300 градусов. Да, то есть, на ночной стороне у нас она немножко остывает. Где-то приблизительно, ну, до 900 градусов. Не больше, не меньше. Так, давайте найдём ещё какой-нибудь раскалённый мир. Так, ребятки, я нашёл, в общем, ещё один раскалённый такой мир. Ну, я вернулся немножко к тем звёздам, что были в самом начале видео. Смотрите, звезда Вульфа Рая, звезда В15-21 Лебедя. Так, температура здесь 29 тысяч по Кельвину. Но самое удивительное, что я здесь нашёл и что меня заинтриговало. Давайте сейчас поставим нормальную скорость. Здесь рядом, прям она вот практически рядом с этой звездой находится у нас нейтронная звезда. Посмотри, я сначала подумал, что это какой-то пульсар. Но оказывается, нет. Это огромная просто нейтронная звезда. Диаметр, подожди, диаметр, ну, как бы небольшой. Я бы не сказал её, не сказал, что она достаточно огромная. Диаметр 19 километров. Вот такая нейтронная звезда. И посмотри, как она быстро вращается. То есть, даже в нормальном режиме. Нормальная скорость у нас установлена. Время. Как она быстро вращается вокруг этого голубого гиганта. Это невероятно. Давайте прям, наверное, может быть, сквозь её жерло пролетим. Пускай нас убьют гамма-лучи. Но нам будет всё равно. Мы продолжим играть в Space Engine, да. Посмотри, как она быстро крутится. Это невероятно. Боже. Но почему здесь рядом нету никаких планет? Согласись, если бы здесь была какая-нибудь сейчас рядом планета, я бы обязательно насел на неё. И мы бы с вами рассмотрели всё вот эту вот данную красоту. Движение нейтронной звезды и размеры раскалённого голубого гиганта, да. Было бы круто. Так, давайте, наверное, попробуем найти какой-нибудь ещё мир. Так, ну что же, друзья, смотрите. Вот такой вот у нас ещё есть голубой гигант. И у него есть 8 планет. Раскалённая пустынная Супертерра. Самая ближайшая к нему планета. Она, по-моему, очень близко-таки находится рядом с ним. Я даже вижу отсюда его свечение. Посмотри, да, это невероятно. Давай немножко подлетим поближе. Опустимся даже на поверхность. Так, я не вижу срывающейся материи, либо ещё что-то. Почему этого не происходит? Так, давай опустимся. Ну, прямо на поверхность. Прямо на поверхность. Так, что у нас по составу? Состав атмосферы у нас вода, СО2, Н2, NH3, CH4, газа и всё прочее. Но я не вижу, почему здесь не текут лавы. Я не вижу раскалённой поверхности. Я вижу только гальку, песчинки и не более того. Почему этого не происходит? Так, ну, подожди, давай-ка ускорим немножко время. Посмотрим вращение звезды. А, подожди-ка. Вращение планеты, вернее, простите. У нас... Так, солнечные сутки 11 часов 24 минуты. Ну, 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 ну. Я даже не вижу действующих каких-то вулканов или ещё чего-то. Почему? Хотя, стой, хотя, стой. Подожди, вот красное вот это вот... Ты видишь? А, нет, это просто... Да, это породы грунта и не более того. Хотя, возможно, подожди. Хотя, возможно, это лава стекает. Сейчас прогрузка пройдёт. Нет, это, по-моему, грунт. Да, не более того. Ну, я ожидал, конечно, увидеть здесь какие-нибудь текущие вулканы. Ну, вернее, текущую лаву с вулканов и всё прочее. Но я этого не вижу. Так, горячий Юпитер. Ну, давай отправимся к горячему Юпитеру и посмотрим. О, боже. Так, что у нас по температуре? Так, температура 228 градусов по Цельсию. Ну, я скажу, да, что видно, что как бы газы здесь на вот этом горячем Юпитере немножко раскалены. И мы видим вот этот вот жёлто-такой оранжевый цвет. Хотя бы что-то. Скажу так, ребят, что в какой-то серии я находил планеты... Если кому-то интересно, можете зайти на мой канал, посмотреть плейлист Space Engine. И там найдёте серию по... Также по раскалённым мирам. И вот я там находил конкретно такую раскалённую планету. Там очень достаточно-таки интересно. Вот так как-то, ребятки. Ну, я надеюсь, что данная серия вам понравилась. Обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. И если вы знаете какие-то более раскалённые миры, какие-то раскалённые экзопланеты, огромные просто звёзды, пишите в комментариях. Мы обязательно их с вами найдём, рассмотрим. Это было как бы такое первое ознакомительное путешествие по раскалённым мирам. Вот. И помните, друзья, что космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем своё путешествие в нём. Всем пока, до новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»